Эдвард Хагеруб Григ появился на свет 15 июня 1843 года в норвежском городе Бергене. Музыкальный талант мальчику наследовал с обеих сторон. Отец неплохо музицировал, мать-то вообще закончила консерваторию в Гамбурге, куда женщин тогда принимали лишь в исключительных случаях. Разумеется, в семье Григов отношение к музыке было особое. За пианино Эдварда усадили в четырехлетнем возрасте. О карьере профессионального музыканта Эдвард не мечтал, но когда ему исполнилось 15, к Григам на дачу приехал старый друг отца, композитор и скрипач Олли Булл, к тому времени уже завоевавший мировую славу. Выяснив, что младший Григ обожает музыку и пытается сочинять ее сам, Булл усадил подростка за рояль и велел играть. Результат этого прослушивания ошеломил всю семью и прежде всего самого Эдварда. Булл безапелляционно заявил, что у мальчика огромный талант, и его следует немедленно отправить в Лейпцебскую консерваторию. Получив диплом, давший ему статус профессионального пианиста и композитора, Эдвард ненадолго заглянул к родителям и умчался в Копенгаген, который был тогда центром музыкальной Скандинавии. Годы в Копенгагене дали Григу очень многое и в плане музыки, и в плане личной жизни. Именно там он встретил женщину, которая стала его женой и наполнила жизнь композиторов всей гаммой человеческих переживаний. От немыслимого счастья до самоубийственной горечи. Без этих переживаний не было бы, наверное, той музыки, которую писал Грик. Хотя сказать, что Эдвард познакомился со своей музой в Копенгагене было бы неправильно. Нина Хагеруб была его двоюродной сестрой. Они росли вместе в Бергене. Когда Эдвард увидел ее вновь, она была уже взрослой девушкой. Подруга детства превратилась в красивую женщину, да еще и певицу с прекрасным голосом. Грик потерял разум от любви к прелестной кузине и начал лихорадочно строчить в ее честь романсы. Стихами для них его снабжал приятель Ганс Христиан Андерсон. Когда любовных сонетов набралось на целый сборник, Эдвард назвал его «Мелодия сердца» и преподнес предмету своего обожания. Сделал он это на рождественской вечеринке 1864 года. Вручив «Мелодии сердца» своей двоюродной сестре, он упал на колени и попросил ее руки. Нина ответила согласием. Вы с этого момента начались неприятности. Узнав, что отчебучили их дети, родители и того, и другого были в шоке. Григоф волновало кровное родство, а мать Нина считала, что композитор – профессия невыгодная и никчемная, и с таким несолидным мужем дочь не обретет счастья. Тем не менее, помешать свадьбе родственники не могли. И через три года влюбленные все-таки обвенчались. Родители на венчании отсутствовали. Не в силах терпеть давление родни, молодожены переехали в Осло. Начало их совместной жизни было вполне типичным. Неземная любовь и материальные трудности. Родители сменили гнев на милость только тогда, когда узнали, что Нина ждет ребенка. Судьба подарила Нине и Эдварду маленького ангела, дочку Александру. Она была так похожа на родителей, белокурые волосы, зеленые глаза, но счастье продолжалось всего год. В мае 1869-го маленькая Александра заболела менингитом и умерла. Грик изливал горе в музыку, Нина замкнулась в себе, а потом и вовсе оставила мужа. Своё главное сочинение, музыку к драме Генрика Ипсена «Пер Гюнд» Грик писал в одиночестве. В этой музыке он воплотил все свои переживания. В его жизни ненадолго появилась другая женщина, но через 15 лет разлуки с Ниной он все-таки к ней вернулся. Они встретились в Лейпциге и дали там совместный концерт, после чего около 4 месяцев концертировали по югу Европы. Публика была в восторге. И неудивительно, ведь все свои романсы Грик писал именно для голоса Нины. Ну, не такого уж сильного, но умевшего передавать самые интимные лирические настроения. В Норвегию Григи вернулись летом того же года и построили небольшой домик в горах всего в миле от родного города. Они назвали избушку «Тролдхауген», что в переводе с норвежского означает «Холм троллей». Вот именно в этой избушке, спрятанной в лесу среди молчаливых северных сосен, Грик написал все свои лучшие произведения. Он утверждал, что именно на холме троллей исцеляется его многострадальная душа. Вот такая сказка о любви, воплощенная в музыке, которая помогает понять, чем же так берут за душу волшебные мелодии Грига. Он скончался в 1907 году, завещав упокоить его не на кладбище, а в скалах Бергена. Урну с прахом Эдварда Грига поместили в небольшой грот, высоко над Холодным морем. Говорят, что сквозь плеск волн в том месте иногда слышна музыка. Та самая, которую мы с вами сейчас послушаем.